МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня – манипуляции регионального оператора Экопронска и динамика цены на сахар. Антимонопольщики обсудили самые значимые дела прошлого года. Плюс два участка – чиновники и общественники приняли новые дороги с небольшими оговорками. Грибными тропами в Рязани стартовала серия бесплатных экскурсий для жителей и гостей города. В Рязани появилось сразу два новых капитально отремонтированных участков автодороги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специальная комиссия, куда включили и общественников, осмотрела все и визуальных изъянов не выявила. Впрочем, вопросы у проверяющих все же были. Максим Васильев знает, какие. Улица Рязанская – район Южного промоузла. Дорога к нефтеперерабатывающему заводу. Еще недавно одно из самых нелюбимых мест у рязанских водителей. Щебеночно-мастичный асфальтобетон все исправил. Теперь здесь 740 метров чистого полотна. Подрядчики обустроили съезды, тротуары заменили бордерный камень. С пятилетней гарантией. При приемке работ этот асфальт проверяли три дорожные лаборатории. Первая – это дорожная лаборатория подрядной организации. Затем – это лаборатория специализированная «Газпромнефть», которая проверяет содержание полимерного битумного вяжущего. И также проверялась лаборатория дирекции дорог Рязанской области. При приемке работ замечаний по качеству асфальта не было. А это уже улица Братиславская. Участок в 280 метров прямо напротив новой гимназии номер 5. Качеству полотна у общественников здесь тоже вопросов не возникло. Впрочем, реальную устойчивость покрытия, по их словам, можно будет проверить лишь следующей весной, как минимум. Ну и, конечно, в проверяющую комиссию неплохо было бы приглашать представителей ГИБДД, чтобы всем было понятно, где и почему установлены или должны быть установлены искусственные неровности и переходы. «Есть рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения. Мы уже обратили внимание, что сделан пешеходный переход, но не освещаем сделанные искусственные неровности. Но в самом начале общеобразовательного учреждения не искусственных неровностей нет. Мы предполагаем, что дети, выходя со школы, побегут через дорогу и необходимо ограничить движение. То есть по качеству работы, я могу сказать, только одно покажет время. Вот года через три мы поймем, сделано это качественно или нет». Следующие отремонтированные участки по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани общественники тоже будут проверять внимательно. При этом, по их словам, было бы неплохо выслушивать и мнение жителей местных многоквартирных домов для понимания общей картины. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Манипуляция регионального оператора «Экопронская» и динамика цены на сахар. Самые популярные вопросы задавали сегодня журналисты рязанскому УФАС. Антимонопольщики отдельно остановились на самых значимых, по их мнению, делах прошлого года. Нарушения в сфере обращения с ТКО были. И при том сразу в нескольких направлениях заявили в региональной антимонопольной службе. Первое – это навязывание тех услуг договора, которые выгодны только региональному оператору «Экопронску», а не потребителю. Другое – это когда плату жильцов взымали, а услугу не оказывали. Есть и пример. Одну рязанскую новостройку сдали в эксплуатацию еще в 2019 году. Но никто из жильцов туда не заселился. Семь месяцев рабочие вели ремонт. Строительный мусор вывозила другая организация по гражданско-правовому договору. Контейнеров для ТКО даже не было. И в такой ситуации региональный оператор всем собственникам квартиры выставлял квитанции об оплате. Ежемесячно они приходили. В совокупности, вот в тот период времени, когда услуга не оказывалась, дому выставили плату порядка 125 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по обращению ТКО. Сейчас оказание услуг можно отследить, добавила Ирина Кошелева. Но у «Экопронска» не было ни фотографий до и после вывоза мусора, ни сопроводительных документов. Вообще ситуация, которая сложилась с единственным региональным оператором, уникальна. Федеральная антимонопольная служба отслеживает как злоупотребление самого Икопронска, так и в отношении него. Другая важная тема пресс-конференции – повышение цен на продукты. Федеральная антимонопольная служба проводила мониторинг цен. За 2020 и 2021 года таких проверок проведено значительное количество. Конечно, были ситуации, когда мы обращали внимание на торговую наценку на отдельные продукты питания. По нашему мнению, на социально значимый продукт, она могла бы быть несколько меньше, чем была. В таких случаях до хозяйствующего субъекта позиция антимонопольного органа доводилась. Рекомендации выдавались о том, чтобы несколько снизить или не повышать цен на продукты питания. Ответили и на другие вопросы журналистов. Один из них касался роста цен на сливочное масло и сахар. Руководитель Рязанского УФАС ответил, что сейчас подъема цен не наблюдается. Но ситуация находится на контроле антимонопольной службы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Перевод госуслуг в проактивный формат – тренд сегодняшнего времени. Это означает, что услуги людям предоставляются автоматически, без заявлений и документов. Например, выплаты из семейного капитала теперь можно оформить дистанционно. Мат-капитал на значение социальных выплат регистрации детей в системе обязательного пенсионного страхования сегодня предоставляются в проактивном режиме. Если говорить о материнском капитале, то сами сертификаты с прошлого года выдаются гражданам в проактивном режиме, в электронном виде. На основании сведений регистра ЗАГС органы пенсионного фонда оформляют сертификаты на новорожденных детей, сведения которых посылаются в личные кабинеты родителей на сайте государственных услуг, а также в личный кабинет пенсионного фонда Российской Федерации на официальном сайте. До этого года для оформления выплат из семейного капитала, помимо заявления, было необходимо предоставить в пенсионный фонд документы о доходах членов семьи. Теперь справки больше не требуются. Заявления о выплатах можно подавать с помощью личного кабинета на сайте пенсионного фонда. В семье, в которых после 2018 года был рожден или усыновлен второй ребенок, подчеркиваю, именно второй ребенок, и у которых низкий материальный доход, есть возможность обратиться за получением ежемесячных денежных выплат из материнского семейного капитала. Это пятое направление в использовании этих средств. Выплаты назначаются в том случае, если доход ежемесячный на одного члена семьи меньше, чем двукратный размер прожиточного минимума гражданина в регионе. Сейчас в нашем регионе эта сумма составляет 23 012 рублей. Если доход на одного члена семьи ниже этой суммы, то человек может обратиться за назначением выплаты из средств материнского капитала. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Необычная идея этим летом реализуется в Рязани на радость жителям города и туристам. В областном центре стартовал проект «А у нас в Рязани грибы с глазами». На улицах города уже появились маленькие фигурки грибов. Это не просто боровики, шампиньоны, сыроежки и лисички. Согласно задумке, это уникальные образы, имеющие свою историю и свой характер. Любой желающий сможет самостоятельно познакомиться с новыми городскими жителями. Сегодня серия этих экскурсий стартовала для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Рязанский корабейник зазывает горожан неподалеку от торговых рядов, приглашая на прогулку по древнему центру. С него и начал экскурсию известный краевед Игорь Канаев. Первая бесплатная городская экскурсия «Квест», а у нас в Рязани грибы с глазами, состоялась для детей от 7 до 11 лет из особенных семей. Эти дети участники оздоровительных сборов, которые традиционно проходят у нас ежегодно на базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Эти сборы мы организуем с 2012 года для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И в рамках этих сборов у нас ведется различная работа. Это и направлено на формирование здорового образа жизни, расширение кругозор детей, общее оздоровление, посещение различных спортивных и культурных мероприятий. Собственно, вот сегодня одно из таких они и посетили. На главной пешеходной улице Рязани почтовый. Самый большой из серии скульптур «Мужичок-боровичок». По совету Игоря Канаева слушатели экскурсии бросились натирать топор, чтобы сбылись их самые заветные желания. Этот гриб – воплощение рязанца плотника, ведь именно из-за плотничества жители Рязанской губернии когда-то прозвали косопузами. У плотников за поясом всегда был повешен топор. Хотя настоящий плотник, он не пузатый. Попробуйте поскакать по строящимся домам, по лесам, да? Да ты последний килограмм вытираешь. Грибная команда на скейте несется по Лыбецкому бульвару. Эти грибы-лисички самые озорные и, пожалуй, близкие по духу маленьким слушателям. Еще две скульптурки «Мудрец и влюбленная парочка» установлены у библиотеки Есенина и у фонтана на театральной. Но для самых юных рязанцев долгие переезды к оставшимся скульптурам заменили на поход в музей «Фабрика игрушек». Здесь ребят ждала специально разработанная музеем грибная программа. Грибные легенды и тайны, интересные факты о грибах, мастерская стеклодува и многое другое. Завершилось путешествие просмотром короткого ролика, яркими грибными фотозонами и мастер-классом по росписи стеклянного гриба. Я, как коренной житель Рязани, как коренной житель этого региона, когда начинаю задумываться о том, чем же наша земля отличается от соседних, сразу вспоминаю, ну, во-первых, конечно, о четырех наших основных ремеслах. Это скопинская керамика, Михайловское кружево, Кадамский венис и Шиловское лозоплетение. И, конечно же, о двух самых, наверное, популярных поговорках, связанных с Рязанской землей. Кто-нибудь знает какую-нибудь из... Бегут глаза. Это самое популярное, абсолютно верно. У нас в Рязани грибы с глазами. Бесплатные экскурсии для всех желающих жителей и гостей города будут продолжены в июне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для того, чтобы познакомить и наших жителей, и туристов города с этими грибами, мы проводим такие бесплатные экскурсии. Конечно, каждый желающий может сам познакомиться самостоятельно с этими грибочками. И для этого мы сделали такие специальные карты, на которых указали, где же спрятались эти грибы. И потом еще у нас о каждом грибочке рассказ. Итак, мы приглашаем всех познакомиться с нашими новыми жителями нашего города, сказочными жителями «Грибами с глазами». Записаться на ближайшие бесплатные экскурсии можно уже начиная с четверга, 3 июня, по телефону 280498. Расписание уже известно и опубликовано на сайте мэрии. 4, 11 и 18 июня экскурсия пройдет в 17.00. 5, 12 и 19 июня в 10.00 утра. Длительность экскурсии – полтора часа. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Картины, воплощенные в стихах. В Рязанской библиотеке Горького состоялась презентация книги «Поэза-живопись». Это совместное творение художника Алексея Акиндиновой, поэтессы Энзе Фойт. Как раз именно поэтесса превратила картины художника в стихи. В руках художника Алексея Акиндинова уникальная книга. Называется она «Поэза-живопись» и написана в соавторстве с казанской поэтессой Энзе Фойт. Особенность этого творческого союза в том, что не просто она лирические стихи написала, а они особые, оригинальные, которые отличаются от всех стихов. И наш цикл «Поэза-живопись» не имеет аналогов пока во всем мире. Это первая книга по поэзо-живопись вообще в мировой истории. Алексей Акиндинов – основоположник такого направления, как орнаментализм. Все образы в его работах пронизаны узорами или орнаментами. Впервые знаки и символы на картинах прочитал поэт Вилли Мельников. Зная 105 языков, полиглот расшифровал на картинах стихи, написанные на древних наречиях. В 2018-м казанская поэтесса тоже стала читать картины художника. Когда я поняла, что слышу голоса его картин, мне стало немножечко и страшно, но тем не менее я начала читать его картины. Я ему сказала тогда, я слышу голоса твоих картин. Он был удивлен и у нас с этих пор началось сопорчество. Энза написала Алексею в социальных сетях. Так и началось их плодотворное сотрудничество. За три года на свет появилась уникальная книга поэза-живопись. В ней 91 работа, картина Алексея, а рядом стихи на татарском и русском языках. Притом стихи на русском – это не перевод, а самостоятельные произведения. Алексей Кендинов добавил, что любимое стихотворение в этой книге выделить ему сложно. Они все особенные, есть все, которые он не может читать без слез. Наверное, они и есть особенные, добавил художник, как и сами работы творца. Где-то это тема для изучения, где-то это поэзия, где-то это чистая музыка. Такое что-то ассоциативное и ускользающее порой. Не случайно, наверное, эта женщина, одаренная, наверняка, несомненно, очень здорово от Бога, она начала слышать что-то его изображение, она услышала. С книгой «Пайзаж живопись» за авторством Акиндинова и Фойт можно ознакомиться в библиотеке Горького. Художник передал экземпляр в дар учреждению. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего, до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова